Позитивное исповедание И первый аспект этого учения называется «Сила слова». Одним из важнейших, принципиальнейших, ключевых моментов для богословия веры является текст Евангелия от Марка, 11 глава 23. Практически любой аспект учения о вере выводится из этого текста. И главный ацент проповедники веры делают на слове «скажешь». Чтобы вам было понятнее, о чем идет речь, давайте мы с вами откроем этот стих Евангелия от Марка, 11 глава 23. «Имейте веру Божию», вот тот стих, о котором мы с вами говорили немного раньше, когда говорили о том, что у Бога есть вера, получение движения веры. «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись вернись в море и не усумнится в сердце своем, но поверя, что сбудется по словам его, будет ему что не скажет». Вот это последнее слово «скажет», проповедники веры постоянно его подчеркивают. Дело в том, что по учению движения веры наша вера должна быть облечена в слова, в устное исповедание, потому что без этого она действуя произнести не в состоянии. Для того, чтобы закон веры сработал, мы должны облечь веру в слова и произнести их вслух, то есть исповедовать. Фраза «можешь, что не скажешь» или «можешь получить, что не скажешь» стала уже практически штампом в проповедях учителей веры. Или «что ты исповедуешь, что и получаешь» – еще один вариант. Вот несколько цитат из книг Кеннета Хейгена. «Уча о вере, я часто цитирую наш текст из этого урока, Евангелие от Марка 11.23, потому что в нем мы видим формулу веры». Опять же, возвращаемся к формуле веры. «Чтобы передвинуть любые горы в нашей жизни. В этом стихе Писания вы найдете решение для любой горы в своей жизни, будь то болезнь, или неспасенные родственники, или финансовые проблемы, или семейные неурядицы». Иисус не учит в Евангелии от Марка, что будет ему, во что не поверят. Он учит, будет ему, что не скажут. Другими словами, вы будете иметь то, что вы говорите. Вы будете иметь ваши слова. Ваши слова так значимы. Вам необходимо осознать это. Они устанавливают границы вашей жизни. Вы никогда не осуществите больше того, что говорите. Вы никогда не будете иметь ничего сверх ваших слов. Вера, которая только в твоем сердце, никогда не принесет исцеление твоему телу, исполнение Святым Духом или ответ на молитвы. Но вера в сердце, высвобождаемая через уста, дает результат. Нигде в Библии не говорится, что ответ можно получить только веруя сердцем. Библия говорит, что если ты веришь сердцем и говоришь устами, то у тебя будет все, что ты скажешь. На самом деле слова Господа в 23 стихе это всего лишь иллюстрация. Причем иллюстрация не силы слов, а силы веры. Господь говорит о том, что вера на самом деле способна менять реальные вещи в нашей жизни. Вера не сама по себе. Вера в того, кто за нас умер. Вера в того, кого Господь послал. Акцент, который Хейгин делает на слово «скажешь» совершенно искусственен и контекстом никак не оправдывается. По сути дела 23 стих вырывается из контекста и превращается в самодостаточное законченное утверждение. Но на самом деле получение Христа не заканчивается на этом стихе. И в 24 стихе он подводит итог всему сказанному. Он говорит, посему говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите и будет вам. То есть на самом деле Господь никогда не предполагает использование веры как самодостаточного инструмента или как способа заклинания получить, что необходимо. Вера используется в контексте молитвы, в контексте просьбы к Богу. И мы видим, соответственно, что речь идет всего лишь о получении ответа на молитву с верой. Кроме того, есть еще один очень важный момент, что на самом деле Писание показывает нам, что вера сама по себе является не единственным условием получения ответа на молитву. По крайней мере, есть два условия. Одно условие заключается в том, что Господь всегда поступает в соответствии со своей волей. Господь всегда делает то, что он считает правильным. Мы уже видели с вами пример этого, когда говорили об апостоле Павле, который трижды молил о том, чтобы... Вслух причем молил, да? Апостол Павлов в маловерии, по-моему, еще никто не замечал. Не упрекал. Человек, который трижды просит о Бога о том, чтобы удалили жалостан из его плоти, будь то болезни или что-то еще. И Господь говорит о достаточности о благодати Моей, потому что сила Моя совершается в немощи. Иными словами Господь хочет использовать этого человека именно таким образом, а никак иначе. И в этом отношении воля Божия проявляется. Очень важный стих, который нам необходимо всегда иметь в виду, это первое послание Иоанна, пятая глава, с 14 по 15 стих. Стих 1 Иоанна, пятая глава, 14 и 15 стихи. И вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим чего по воле его, он слушает нас. А когда мы знаем, что он слушает нас во всем, чего бы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от него. То есть,ными словами, опять же, воля Божия является условием, критерием получения ответа на молитву. Причем, как мы уже говорили с вами, не только общая воля Божия, но еще и конкретная воля Божия. То есть, нет сомнений, что Господь хочет, чтобы мы все были здоровы и счастливы. А однажды мы все здоровы и счастливы будем. Когда мы читаем 21 главу Откровения, мы видим, что в конце концов не будет ни боли, ни плача, ни болезни. Все это будет однажды. И на самом деле Писание говорит о том, что Господь понес на себе наши болезни. И Евангелие от Матфея, если не ошибаюсь, когда Господь исцеляет одного человека, там есть ссылка на эти слова из Исаии, что действительно то, что Господь исцелил человека, является результатом того, что он понес на себе его болезни. Однако, точно так же, как Господь искупил нас от грехов, а мы еще до сих пор продолжаем быть мучаемы грехами, и в конце концов однажды мы только избавимся окончательно от них в Небесном Царстве, точно так же и сейчас, когда Господь исцеляет нас, или когда Господь дает нам послабление, или когда Господь дает нам возможность проснуться каждое утро, это и есть результат того, что Господь умер за нас и понес на себе наши болезни. Но окончательное исцеление, как и греха, так и наших болезней, мы получим только в Небесном Царстве. Там действительно все верующие в Него, все преданные в Него будут жить счастливо, без всякого присутствия этих вещей. Здесь же на земле эта общая воля Божия, она трансформируется, применяется к человеку, в зависимости от того, какова воля Божия именно к этому человеку. То есть, все мы знаем, что люди умирают не в одно и то же время, люди болеют не в одно и то же время, люди исцеляются не в одно и то же время. Это происходит потому, что у Господа свой план относительно жизни каждого человека. Да, и Господь каждому из нас, так сказать, дарует спасение, когда Он считает это необходимым, Он призывает нас на служение, когда считает это необходимым, Он исцеляет нас, когда считает это необходимым, попускает нам болеть, когда считает это необходимым, И, в конце концов, полагает конец нашей жизни, когда считают необходимым. Ни одна часть нашей жизни не происходит вне воли Божьей. Именно поэтому Господь в Гессиманском саду, даже будучи Господом неба и земли и зная, зачем Он пришел, Он все равно молился и говорил, что если на это есть воля твоя, то пронеси чашу мимо меня. Хотя Он, будучи Сыном Божиим, имел власть гораздо больше, чем мы можем себе представить. Эта молитва не была молитвой слабости, не молитвой непонимания, чего Господь хочет. Это была молитва, на самом деле, человека, которой мы однажды молимся. И в этом смысле она является образцом для всех нас. Как Господь, будучи человеком, испытывая земные искушения, молился и говорил, пронеси чашу мимо меня, если будет на то воля твоя, так и мы, попадая в искушение и сталкиваясь с болезнью, мы точно так же говорим, Господи, если на это есть воля твоя, пожалуйста, исцели меня. И, опять же, говоря об этом, это не значит, что мы равнодушны к той проблеме, за которую мы молимся. Мы можем точно так же плакать, рыдать и страдать от этого. Но мы всегда хорошо понимаем, что в нашей жизни воля Божия не самая главная. И сегодня Валерий уже приводил это место, этот отрывок, который мы всегда должны помнить, что действительно мы можем молиться с уверенностью о каких-то вещах, но мы не всегда понимаем волю Божию в нашей жизни. И действительно, когда царь Языкия молился о своем исцелении, исцелался на то, что он был хорошим царем и Господь должен его пощадить, и он вымолил в себе милость от Бога и Господь исцелил его. И мы знаем все, что через семь лет его вновь обретенной жизни он родил сына, которого звали Манассия, который оказался настолько жутким царем, настолько жутким безбожником, что, по сути дела, весь Израиль за его был наказан. Мы не знаем с вами свое будущее, иногда кажется, что то, что с нами случилось, это худшее из того, что может быть. И думаем, что наш план всегда гораздо лучше, чем план Божий. Но иногда Господь попускает, чтобы с нами случилась какая-то нехорошая вещь, чтобы чего-то худшего с нами не произошло. И смерть, на самом деле, она подстригает любого христианина, потому что мы все однажды согрешили, мы все однажды умрем. Воля Божия в том, что мы умрем в тот момент, который он считает правильным, тогда, когда он сочтет нужным. И торопить этот момент или оттягивать этот момент выше воли Божией, на самом деле, мы не можем и не должны. Утешение христиан как раз в том, что мы имеем возможность благовествовать больным людям, умирающим людям, молиться за них и знать, что если они уверуют во Христа, уверуют в Бога, для них смерть не будет окончательной разлукой с нами. И для нас разлукой с ними мы обязательно увидим их по ту сторону небес. И, на самом деле, для первых христиан вот эти поминальные службы, панихиды, это было не столько такое мрачное оплакивание людей умерших, сколько, наоборот, торжество и понимание того, что эти люди находятся уже у Бога, и мы с ними однажды встретимся. К сожалению, в наше время христиане скорее склонны подчеркивать как раз вот этот трагический момент смерти. Для людей неверующих это, на самом деле, так, человек уходит в никуда. Человек уходит в вечные мучения. Это страшно, и здесь есть о чем горевать, есть о чем плакать, хотя мы, извините, уже ничего не можем. Когда же уходит от нас человек верующий, то нам очень важно не забывать, что это временная разлука, мы обязательно увидим. В этом и есть величайшее утешение, которое Бог нам дарует. Мы обязательно этих людей еще встретим. И именно поэтому, в силу подобных историй, как история о языке и монассии, мы, конечно, можем настаивать перед Богом на то, чтобы Господь сделал именно так, как нам хочется. Но очень часто оказывается, что если Господь снизойдет до нашей воли и сделает то, что мы хотим вопреки тому, что Он считает правильным, нам же потом будет хуже. Господь в качестве урока нам такие вещи преподает. А вообще, что касается исповедания веры, есть такой замечательный момент, можно построить такой умственный эксперимент. Представьте себе, что два человека в нашей аудитории, одинаково верующие, одинаково любящие Бога, они в одно и то же время молятся, первый человек, чтобы на улице пошел дождь и другой, чтобы на улице пошел снег. А третий верующий, чтобы на улице было солнце. Вопрос кому из них ответит Бог, от чего будет зависит ответ на молитву. Понятно, что Господь сделает то, что Он считает правильным, то что Ему угодно. И понятно, что в этом случае Господь скажет кому-то нет и кому-то да. Не потому, что один человек менее горячо молился, а другой более горячо молился. Не потому, что один исповедовал громче, чем все остальные, а именно потому, что у Бога есть своя воля и свой план относительно нашей жизни, того, что происходит, с учетом гораздо большего числа факторов, чем мы можем себе представить, и Господь сделает то, что ему угодно. Как говорил один хороший проповедник, которого вы имеете возможность слушать здесь, на этих лекциях, он будет еще записываться, Ронни Стивенсову, он читает совершенно чудесные лекции. У меня была благословенная возможность в 90-м или 91-м году, по-моему, слушать его в Москве, когда он проповедовал, он сказал очень хорошую мысль, он сказал, я молюсь, действительно Господь говорит, молитесь, я молюсь о тех вещах, которые мне нужны, о тех нуждах, которые есть. Если я долго не получаю ответ на свои молитвы, начинаю молиться, Господи, измени мои желания, покажи мне, за что нужно молиться. Это действительно, на мой взгляд, есть правильное отношение к этим вещам. Второй момент, который связан с учением о силе слова, это учение о позитивном и негативном исповедании. Поскольку духовные законы с точки зрения богословия веры объективны, то получается, что любые слова, которые мы произносим в соответствии с Марк 11.23 обязательно меняют реальность вокруг нас. Только негативное исповедание производит плохие результаты, а позитивное производит хорошее. То есть, другими словами, если мы сказали что-то нехорошее, вокруг нас реальность меняется к худшему. Если мы сказали что-то хорошее, реальность меняется к лучшему. Происходит не потому, что Бог так делает, а потому, что срабатывает закон, тот самый закон исповедания. Поэтому своим исповеданием мы сами определяем по сути качество своей жизни. Если мы говорим, что не можем чего-то сделать, то, конечно, мы не можем. Но если мы говорим, что можем, то мы таки можем. Согласно Марка 11.23 мы имеем именно то, что говорим о исповедании. Будь то вера или неверие, успех или поражение, болезнь или здоровье. Или, как, опять же, говорит Кент Хеген, наши уста делают нас миллионерами или нищими. Миллионерами или нищими. Соответственно, под негативным исповеданием понимается любое признание неудачи, нездоровья, материальных или финансовых трудностей. Неправильное исповедание – это исповедание поражения и неудачи превосходства сатаны. Если ты говоришь о том, как дьявол удерживает тебя от успеха, держит тебя в рабстве и болезни – это исповедание поражения. А такое исповедание прославляет дьявол. В качестве библейского основания этого принципа проповедники веры ссылаются на стих Матфея 12.37, о котором мы уже сегодня вспоминали. «От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». В действительности, контекстового отрывка не имеет никакого отношения с позитивным или тем более негативным исповеданием и с исповеданием вообще, потому что Господь говорит здесь о том, что слова человека являются отражением состояния его сердца. В 34 стихе мы читаем «Порождение Ехиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста». Именно поэтому человек осудится или оправдается от своих слов. Его слова ясно показывают, что творится у нас в сердце. Наши слова – это как вентиляционная труба. Знаете, как гаишники измеряют содержание химических элементов на выходе из выхлопной трубы, чтобы понять, насколько хорошо отрегулирован двигатель. То же самое и здесь. Если мы с вами измерим, что исходит из нашего рта, мы можем сказать, что у нас происходит. Потому что не может из одного источника выходить соленая и сладкая вода. То есть, из хорошего источника выходит хорошая вода, из плохого источника выходит плохая вода. И наши слова являются индикатором того, что происходит в нашей с вами духовной жизни. Естественно, проповедники и приверженцы движения веры тоже переживают всякие неудачи, проблемы, болезни и трудности. Отрицать факт просто глупо. Но суть позитивного исповедания заключается в другом. Как бы трудно или больно тебе не было, ты все равно никогда не должен говорить об этом вслух. Если ты болен, говори, что ты здоров. Если у тебя нет денег, говори, что у тебя их много. Вот как говорит об этом Хегин. Никому из нас не избежать штормов. Когда подует ветер, разольются реки. Исполнитель слова будет крепко держаться своего исповедания веры, потому что он знает, что Бог не подведет. Если придет болезнь, он будет стоять на своем и не будет принимать ее. Мы смотрим на обстоятельства, проблемы, испытания и штормы и говорим, что мы не можем. Но язык веры говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Язык веры говорит, я все могу благодаря Христу. Наш Отец укрепляет меня, меня нельзя сразить и мне нельзя нанести поражение. Не исповедуй свои сомнения. Это не означает не признавать, что ты сомневаешься, но просто ничего не говори о своих сомнениях. Я говорю о здоровье. Я верю в исцеление. Я верю в здоровье. Я никогда не говорю о болезни. Я никогда не говорю о немощи. Я говорю о здоровье, об исцелении. Я никогда не говорю о неудаче. Я не верю в неудачу. Я верю в успех. Я никогда не говорю о поражении. Я не верю в поражение. Я верю в победу. Аллилуйя Иисуса. На самом деле учение о позитивном исповедании мало чем отличается от наивной детской веры в то, что если мы увидев кошмар, накроемся с головой одеялом, кошмар куда-нибудь пропадет. Да, ну так всегда бывает, что-то в жизни нехорошо, даже взрослые люди часто бывают, да, когда все совсем уже плохо, мы так, знаете, закрываемся в комнате, запираемся там, завешиваем все шторами окна и ждем, когда все само собой рассосется. Да, как страус голову в песок прячет, так мы как бы надеемся, что все само собой реализуется. На самом деле позитивное исповедание часто происходит как раз именно так. То есть все болезни и беды воспринимаются как кошмары, которые на нас вдруг налетели со стороны и если мы вдруг поверим в их реальность, то они на самом деле реализуются в нашей жизни. Но беда в том, что эта наивность отнюдь не безобидна, потому что в какой-то момент времени позитивное исповедание превращается в откровенную ложь. Когда у нас есть острая боль в животе, а мы при этом кричим сквозь слезы, что у нас все хорошо и никакой боли мы не чувствуем, кого мы пытаемся обмануть? Когда в нашей жизни есть грех и мы усиленно пытаемся скрывать его от себя других, говорим, я праведен, я праведен, у меня все замечательно. Опять же, кого мы пытаемся обмануть? Человек, который, будучи болен, называет себя здоровым, он на самом деле обманывает себя и окружающих. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Итак, мы говорим с вами о позитивном исповедании и говорим о том, что библейская вера – это все-таки вера во Христа, а не в успех или здоровье. Соответственно, аналогичным образом, библейское исповедание – это всегда публичное свидетельство христианина о своей вере во Христа и Евангелие, а не суеверный отказ признавать печальную действительность. То есть, когда апостол Павел говорит о том, что он совершил свидетельство, веру свою сохранил, речь шла как раз в свидетельстве о Христе. Это и есть самая важная часть нашей жизни. И когда апостол Павел пишет, что устами исповедуют ко спасению, опять же, исповедуют не здоровье, не богатство, а исповедуют веру во Христа. И опять же, только потому, что исповедание наших уст, оно выражает то, что в нашем сердце происходит. То есть, человек, который не верует во Христа, он может до потери пульса на каждом углу орать, что он верующий. От этого он более спасенным не станет. То есть, сами по себе слова никакую реальность не меняют. Интересно, что апостолу Павлу вообще в принципе была чужда суеверная боязнь исповедания. Потому что, если мы посмотрим на писание апостола Павла, он совершенно смело, чуть на каждом углу рассказывает о том, через какие проблемы и испытания он прошел, и каким болезням он подвергался. Он пишет и говорит, вот 1 Коринфянам, 4 глава, 9-17 стих. Это тот самый отрывок, где апостол Павел саркастически пишет Коринфянам, что вы стали царями без нас. Если вы царствовали, чтобы нам с вами царствовать. Вот он пишет об этом. Он говорит, нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделали позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны христораде, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Мы злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим. Мы как ссор для мира, как прах, попираемый всеми до ныне. Не к постыжению вашему пишу это, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Посему, умоляю вас, подражайте мне, как я подражаю Христу. То есть, в том, как я подражаю Христу. Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе Сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви. Павел совершенно откровенно говорит, в нашей жизни творится полная нищета, нас гонят, нас преследуют, мы болеем, у нас ничего нет. И он постоянно об этом говорит, абсолютно не боясь, что это как-то изменит к худшему реальность, в которой он живет. Он говорит о том, что происходит на самом деле, и более того, посылает специально Тимофею, чтобы он научил Каримфин заниматься тем же самым. Чтобы они перестали называть себя царями и гордиться тем, что у них уже теперь все есть. Он спрашивает, говорит, что у вас есть такого, чего не было бы вам подарено, а если все, что у вас есть, то подарок от Бога, чем вы гордитесь, что у вас у самих по-прежнему есть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok